Мужики, всем привет! Меня зовут Юрий Сенцов. Я устал смотреть, как Владимир Шамшурин напиливает жизнерадостные летнего видео с Таиланда и тоже решил, ребята, вам запилить. Только я сейчас нахожусь в другом месте. Это Гоа, это Индия. И я здесь в данный момент отдыхаю, провожу свое время. Ребята, здесь тоже все замечательно. Я бы хотел, чтобы каждый из вас рано или поздно присоединялся к нам либо в Таиландах, либо в Индиях. Кому как нравится, потому что проводить зиму в Тухлой России, честно говоря, не очень круто. И всем бы я рекомендовал приезжать к нам. Смотрите, ребята, немножко расскажу про то, как я здесь отдыхаю. Это Гоа, то есть это индийский штат, который, может, кто-то здесь уже был, кто-то не был. Он, короче, здесь тема отдыха такая, что где-то там в 60-х, по-моему, годах, по легенде, но и по фактологии тоже здесь начали отдыхать хиппари, которые американские хиппари, но и также как бы хиппари всего мира. Они приезжали сюда для того, чтобы здесь очень классно потусить, потому что хиппи были в свое время изгоями. И так как они любили, так же, как и мы, много бухать, много заниматься сексом, много употреблять разного рода всякие фигни, вот, ну, грубо говоря, чувствовать себя свободными. Так как здесь было в свое время очень малолюдно и немножко грязно, для хиппи это была как бы самая классная тема. Вот они приехали сюда отдыхать, здесь проводить время, чтобы их никто не нашел, чтобы их никто не палил. Но, но со временем люди, которые хотели жить так же классно, проводить время там устраивать голые тусовки на пляжах, они, кстати, до сих пор еще здесь есть, прочухали эту тему и начали подтягивать суда, чтобы так же круто проводить время. Здесь ходят абсолютно неопремененные ничем люди, особенно женщины. Ребят, вот куда нужно ехать за женщинами, это точно в Гоа. Здесь нет каких-то там загламоренных москвичек, но в очень-очень маленьком проценте, которые ходят с раскрашенными губами. Здесь девки ходят в платьях без лифчиков, без мозгов, без тормозов. И здесь практически нет закомплексованных женщин. То есть люди приезжают, расслабляются, отдыхают, так что для пикапа это самое классное, что может быть. Кстати, сейчас меня снимает оператор, это мой товарищ, это наш ученик нашего тренинга, его зовут Глеб, он из Санкт-Петербурга. Мы вообще реально случайно здесь встретились. И я сейчас очень коротенько расскажу историю про то, что пикапить можно в том числе и здесь прямо в Гоа. Ситуация следующая. Мы вчера с Глебом встретились в джуз-центре, пошли пить сок, и напротив нас, к нам за столик подсела девочка, очень симпатичная, она из Индии, и мы решили с ней просто заобщаться. Благо того, что она не понимает русский язык, я прямо там за столом сидел и рассказывал ему, что делать. То есть начали с того, что... Я ему говорю, Глеб, попроси, чтобы она сняла очки, и скажи ей, что она там классно выглядит. Ну, Глеб сказал, что сними свои очки, они у тебя классно выглядят, она снимает очки, да, я их там вертеть и все такое. Я ему там по-русски говорю, Глеб, слушай, тут я не имел в виду, что надо сказать про очки, надо сказать про нее. В итоге он накидывает ей пару комплиментов, все нормально, мы видим, что реакция суперхорошая, и, соответственно, она с нами прощается, уходит, заводит свой байк, Глеб ее догоняет и берет у нее номер телефона, и вечером у них происходит встреча. Но я к тому, что, ребят, вообще, встреча... Здесь общение очень легкое, здесь общение очень, так сказать, ну, на позитиве, и никакие не языковые барьеры, не национальные, как бы мы видим, что пикап работает просто в любой стране, ребят, особенно здесь в Буа. Что бы хотел сказать, по ценам здесь очень круто, здесь дешевле, чем в России, есть перелеты по горящим путевкам, ну, всем, всем, всем рекомендую, ребят, ехать сюда, наслаждаться. Тут очень дешево, доступные женщины, доступные все развлекательные, так сказать, средства и мероприятия, поэтому всем сюда. Я хочу сказать, что в свое время я тоже долго не решался, как и многие из вас, ну, не решается, там, куда-то поехать, не хватает денег, там, не можем решиться приехать в тренинг, потому что страшно, не можем перезимовать или хотя бы, там, на две недели куда-то съездить, потому что не хватает денег, потому что все сидим в кредитах. Вот мы вчера, общаясь с Глебом, вот он рассказал, что все началось с того, что вот он однажды решился. Он однажды решился, сам он из Белоруссии, и первое самое тяжелое решение, ему трудное было, это приехать в Питер. Вот он мне вчера рассказал, что первым делом он приехал в Питер, вот, живя в Питере, он принял решение поехать на тренинг в Москву, и далее. Ну, я к чему, что, приняв одно решение в жизни, как бы, за ним последовал целый вот этот ворох, то есть он понял, что принимать решение в жизни, как бы, это сложно, но это, как бы, продуктивно. Вот, после того, как он приехал в Питер, потом приехал в Москву на тренинг, и после этого он уже здесь, сейчас в Гоа, то есть череда, вот эта цепочка и принятие решений, как бы, вся закрутилась в один год. К тому, что, ребят, ну, как бы, надо делать только первый шаг. Вот, реально нужно решиться и сделать первый шаг, и все. То есть человек решил, где-то в Белоруссии, там, в каком городе-то, Глеб? Минск. В Минске, да, в Минске, ну, тоже, кстати, неплохой город, но, как бы, мы все понимаем, что все-таки в Питере и в Москве по женщинам поинтереснее. Вот, и с Минска перебрался в Питер, потом в Гоа, потом, ну, вот, я думаю, что сегодня он все-таки завершит здесь свою стадию. Видео все-таки посыл летний, вам туда вдолбанные январские российские зимы. Ребят, ну, как бы, принимайте решения по поводу себя, по поводу того, что вы должны менять свою жизнь в лучшую сторону, потому что, сделав только первый шаг, поняв, что это, ну, на самом деле не так страшно, все-таки в новый 2020 год красивая цифра, это пора перемен. Нужно сделать в этом году что-то, что вы уже давно собирались делать. Будьте все-таки тверды в своих решениях, потому что все-таки ваше мужское решение, оно в конце концов будет приносить вам плоды. Будут, конечно, ошибки, будут какие-то разочарования, но вы все мужчины, и каждый, я думаю, способен стерпеть какие-то легкие неудачи в своей жизни для того, чтобы потом, не знаю, там, семьей приехать, как я в этот раз приехал с семьей. Это тоже, конечно, отдых по-интересному весь, но вот, допустим, Глеб приехал один, и то, что у него есть уже как бы навыки пикапа, здесь ему намного легче. Он уже ездит там, не знаю, на байке, раздает приветы, может там подсесть за стол, пообщаться, но как бы все по-другому. Ребята, деньги оплаченные за путевки уже, как бы, окупаются прямо здесь на месте, тем более в Гоа, я рекомендую всем ехать, вообще отдыхать. Мужики, еще раз, всех с прошедшими праздниками, выбирайтесь нахрен из этой жопной, блин, холодной России, я имею в виду там январь, февраль, вот эти месяцы, и приезжайте отдыхать, парни. Здесь очень классно, здесь можно отдохнуть душой. Всем бобра, всем привет, пока!